Всем доброго дня! На нашем канале в процессе нашего постоянного взаимодействия сложились определенные правила. Эти правила достаточно простые и вполне приемлемы для любого нормального человека, по крайней мере адекватного. И в этом видео, собственно, я готов перечислить вот эти правила, которые у нас сложились, можно сказать, исторически. Итак, на этом канале не матеряться. Это правило касается всех, и любые матерные комментарии тут же либо отправляются в спам, а после удаляются, либо удаляются сразу. Это правило связано просто с тем, чтобы канал не превращался в помойку, чтобы здесь не оседали люди, которые вполне могут заняться любимым делом, а именно вот этой матершиной, на каких-то других ресурсах, коих в интернете достаточно, и где эти люди вполне могут себя проявить в полный рост. Еще одно немаловажное правило – это отношение к флуду. Если вы пишете развернутые комментарии, где вы излагаете, логично излагаете и подкрепляете какими-то аргументами свои мысли, свои размышления или свой опыт, это только приветствуется. Но иногда, не так уж часто, бывает, что приходят люди, которые, очевидно, мнят себя какими-то гениальными троллями и начинают писать одно и то же к разным видео. И это, да, действительно превращается во флуд, потому что написано много, абсолютно не по делу. Кому это нужно и зачем – непонятно. Это только отвлекает любого читающего комментарии. И несмотря на то, что любой комментарий, как говорится, на вес золота на любом канале, и, казалось бы, вот даже этот флуд надо бы оставлять на канале, но, как я уже сказал, этот канал не хочет выглядеть как помойка. Мы жертвуем вполне этими комментариями и их удаляем. То есть, всякие флудовые вещи или вещи вообще к теме не относящиеся, какие-то бессмысленные, бессвязные комментарии здесь тоже удаляются. Теперь вопрос ссылок. Все ссылки, которые вы пытаетесь оставить в комментариях, сразу попадают либо в раздел спама, либо в такое интернет-пространство на канале, которое называется «На рассмотрении». И, как правило, такие ссылки удаляются за редким исключением. Есть ряд бойцов на этом канале, которые могут оставлять ссылки без вреда для канала, и это как раз только приветствуется. Их ссылки не цензурируются. Это люди, которые зарекомендовали себя, как люди, которые не будут оставлять бессмысленные вот эти вот ссылки, переходы на какие-нибудь сайты, переходы на какие-нибудь каналы, которые либо не имеют отношение к боевым искусствам, либо не имеют отношение к теме, либо это ссылки, которые, я не понимаю, зачем оставляют на этом канале, чтобы просто разгонять какие-то другие каналы, пытаются… Но, ребят, поверьте, с этого канала не так много перейдет народу по вашей ссылке, если эта ссылка ничего не значит И ни к чему особо не относятся. В общем, иными словами, ссылки, как правило, на нашем канале не живут. За исключением уже, как я сказал, хорошо зарекомендовавших себя бойцов, которые вполне могут оставлять такие ссылки. Следующее правило – это переход на личности и оскорбления. Достаточно много людей не понимают, где они переходят эту границу, но при этом совершенно сразу, буквально сразу обижаются, когда им платят той же монетой, когда им отвечают в том же духе и также переходят на личности. Здесь у них возникает масса претензий. Так вот, ребят, взвешивайте свои слова, не переходите на личности, не надо оскорблять никого, не надо упрекать ни в отсутствии здравого смысла, ни в отсутствии какого-то мифического мастерства, которое вам представляется реальным каким-то и так далее. В любом случае, вот такие вещи, вот переходы на личности и буквальные оскорбления, эти все вещи сразу удаляются. Ну, сразу, не сразу, но, по крайней мере, довольно быстро удаляются. За исключением уже совершенно бриллиантовых комментариев, где человек сам себя выставляет к человекам недалеким. И мы тогда вот здесь на канале оставляем такой комментарий, чтобы все в этом убедились сами. Есть отдельные граждане, которых канал вполне может забанить, и они не будут иметь возможности ничего комментировать и ни в чем участвовать здесь на канале. Но это люди, которые уже совсем перешли, как какие-то все черты, все границы там и так далее. Например, нарушили все, что вот сейчас вот было сказано. Это редкий случай на нашем канале, и таких забаненных у нас, ну, пока, вот на сегодняшнюю дату буквально единицы. Теперь по поводу вот гениальных троллей. Да, такие люди появляются на всех каналах. Есть люди, которые мнят себя совершенно уникальными людьми, и людьми, которые пишут уникальные какие-то вещи, при этом получая удовольствие от какого-то троллинга. Я отлично понимаю, что, наверное, таким людям живется реально тяжело. Они находятся под постоянным прессингом, живут в страхе. И таким образом, вот при помощи такого троллинга, они выплескивают вот это вот накопившийся, вот этот весь негатив. Но, ребят, этот канал не канал такого негатива, поэтому вот такие гениальные тролли тоже, скорее всего, будут баниться. Хотя тролли обычные, ну, приходят сюда, иногда что-то пишут, ну и бог с ними. Главное, чтобы не нарушали те правила, о которых уже было сказано. Конечно, как я уже говорил в ряде видео, меня удивляет вообще вопрос самого троллинга. Я не пойму, почему есть люди, которые готовы бесплатно тратить свое время и свой условно-творческий потенциал на то, чтобы кого-то троллить. Если бы им платили деньги, это было бы еще как-то оправданно. Но когда такими вещами долго, подолгу человек занимается бесплатно, это либо наталкивает на мысли, что у такого человека что-то не в порядке с психикой, либо на то, что он еще не определился в жизни и не понял, что время – это самый невозобновимый ресурс в этом мире. И скоро эти люди, конечно, пожалеют о напрасно прошедшем времени, о напрасно потраченном времени, которое не было оправданно, не было подкреплено ничем, на самом деле, позитивным. И уж тем более, как мы понимаем, не было подкреплено никакими деньгами. В любом случае, это какой-то путь неудачника, но, как говорится, флаг в руки. Здесь каждый сам себе выбирает путь, каждый сам является кузнецом своего несчастья. Так что с троллями, в общем-то, мы на канале не боремся, кроме, как я уже сказал, переходящих все границы. И еще одно важное правило. Критические мнения на этом канале, конечно, никак не режутся. Вы можете критически высказываться вообще о чем угодно. Но эта критика обязательно должна быть подтверждена не просто ссылками на какие-то видео, не просто отсылками к какой-то там теоретической литературе. Такая критика должна быть подтверждена вашим личным опытом. Так что если вы хотите что-то критиковать на канале, какие-то техники, спорить о тех или иных боевых и практических каких-то прикладных системах и так далее, то в первую очередь, как только напишите такое критическое мнение, сразу бросайте ссылочку на ваше видео, где вы исполняете то, что утверждаете. Тогда к вашему мнению будут относиться серьезно. В противном случае вы автоматически становитесь теоретиком единоборств или теоретиком боевых искусств, диванным таким экспертом. И к вашему мнению никто здесь не будет прислушиваться, скорее всего его будут игнорировать. А если вы будете слишком настойчивы, то это ваше мнение, наверное, будет удалено. Так что любая критика должна быть аргументирована. Еще раз напомню, аргументирована вашим личным опытом. И еще одно коротенькое правило, которое относится только к боксерам и не ко всем боксерам, а к боксерам-миссионерам. Это такая публика, к которой относятся люди, которые не являются профессиональными боксерами, то есть не зарабатывают профессионально своими навыками в боксе, но тем не менее мнят себя профессионалами, являясь просто такими вот любителями. И вот нередко такие любители становятся еще и миссионерами. Они как бы ходят по свету и проповедуют свой бокс, считая, что все люди должны быть одинаковыми, все должны делать одно и то же, и никаких различий между нами быть не должно. Вот граждане, боксеры, миссионеры, на этом канале вас не поймут, можете не пытаться обращать всех в свою религию, здесь у каждого своя правда, здесь мы все разные, мы все занимаемся разными боевыми направлениями, заметьте еще разочек, не спортивными, как бокс, а боевыми направлениями здесь люди занимаются. Поэтому боксеры, миссионеры, скорее всего, вас отнесут здесь в разряд теоретиков, а следовательно, скорее всего, к вам будут применены те правила, о которых говорилось выше. Вот такие, в принципе, простые правила, которые никого ни в чем не ограничивают, но слегка обязывают хоть какой-то ответственности за свои действия, ну и за свои слова, естественно, тоже. Если какие-то правила еще у нас будут появляться, ну, я обязательно об этом сообщу, сделаю еще дополнительные видео на эту тему. Но, скорее всего, других правил, мне кажется, не должно появиться. Вот все. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, финансово поддерживать монтажера и модератора этого канала, подписываться в Телеграм, жать колокольчик, все пароли и явки внизу и счастливо. Хороших вам тренировок! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова